Чебурашка ТВ Чебурашка ТВ Чебурашка ТВ Искреннее отношение воспитанников выделяет ее. Меня всегда удивляет прозрачность и легкость изложения материала. При этом мало кто понимает, что за этой легкостью лежит многолетний тяжелый труд. Умна, талантлива, артистична, энергична – это все о ней. Но самое главное – то, что она любит детей. И сейчас я хочу представить нашего следующего гостя, выпускника 2017, гордость Натальи Валерьевны, Царев Максим. Максим, ну расскажи, пожалуйста, чем вы занимались в детском саду с Натальей Валерьевной? Что больше всего осталось в твоей памяти? Когда начинались занятия, Наталья Валерьевна наряжалась в разные костюмы и начинала нам рассказывать много нового. Наталья Валерьевна нас учила дружить и никогда не ссориться. Мы с ребятами начинали такое веселье, что Наталья Валерьевна, услышав шум, заходила и говорила, что расскажет родителям, но никогда этого не делала. Да, Максим, одаренность я твою заметила с первых дней пребывания в детском саду. И никогда не сомневалась и верила, что ты достигнешь больших успехов на своем жизненном пути. Сегодня с нами в студии мама спивак Лизы, и мы хотели бы услышать ее мнение. Наталья Валерьевна умело вовлекает нас в образовательный процесс. Мы получаем массу положительных эмоций от совместного участия с детьми в конкурсах, мастер-классах. На студии мама Софьи Магомедовой, Елена. Наша Наталья Валерьевна самая лучшая. Про таких говорят педагог от Бога. Очень часто забирая своего ребенка из садика, я вижу, как Наталья Валерьевна играется с детьми. Помогает решить детские споры и вместе с детьми открывает что-то новое. Выяснив, что Наталья Валерьевна является руководителем театрального кружка «Арликин», мы со съемочной группой решили посетить его. Наталья Валерьевна, мы сегодня о вас столько всего услышали. Хотелось бы знать, чем вы занимаетесь сейчас? Сегодня я все больше внимания уделяю формированию навыков по безопасному поведению дошкольников. Потому что современные дети, они больше увлечены всякими гаджетами. Для них интересны, например, прогулки по свежему воздуху. Они сидят дома возле компьютера, смотрят свои телефоны и совершенно не представляют, что же какая опасность окружает их вокруг. И данная работа для меня актуальна как никогда. Я знаю, что у Елены Викторовны есть подарок для нашей героини. Дарю вам этого чебурашку, символ нашего детского сада, чтобы он вам приносил удачу и победу везде и всегда. АМАР!